Сегодня тема моей проповеди называется Признаки последнего времени Как вы сами понимаете по названию, что проповедь будет серьезная Вы знаете, раньше было так в Америке, по крайней мере Что когда кто-то чихнул, то ему в ответ человек улыбнулся и сказал Bless you, что в переводе значит благословляем тебя Сегодня мы живем в другое время Когда кто-то чихнул, то в ответ вам уже не улыбаются И уже не всегда говорят bless you А уже, наверное, говорят, а почему ты здесь? Поэтому, друзья, видите, времена и сроки меняются Кто бы мог подумать, что даже жители, которые живут в Америке уже давно, родились здесь Многие из них, они признаются, что они не помнят Когда было такое в последний раз, что закрывались магазины массово Закрывались рестораны, закрывались бизнеса Закрывались аэропорты, церковные здания Все изменилось настолько быстро Буквально за две недели Никто об этом даже не предполагал и не думал И все это порождает много паники и страха в людях Итак, первый мой пункт в нашей проповеди сегодня называется Что происходит сегодня? Я хотел бы вам прочитать из... Напомнить, что когда-то было такое, что Иисус Христос ответил ученикам своим на очень важный вопрос Матфе 24 глава, 3 стих, это нет, не будет на экране Там написано, ученики пришли к нему и спросили Скажи нам, какой будет признак твоего пришествия и кончины века? Хочу обратить ваше внимание, что вопрос был очень целенаправленный Какой будет конец света? Кончина века Именно об этом здесь спрашивается А это значит, что нам сегодня нужно еще раз вспомнить и осознать Что значит конец света или кончина века обязательно будет И Христос, объясняя, отвечая, дает им длинное объяснение Какие будут признаки, знаки, явления Когда же перед тем, как придет Иисус Христос снова на землю Читаем с вами Луки 21 глава с 9 по 11 стих Луки 21 глава с 9 стиха Иисус, отвечая на этот вопрос, сказал Когда услышите о войнах, о смятениях, не ужасайтесь Но вы об этом услышите Ибо этому надлежит быть прежде То есть это будет Это слова Иисуса Христа Но не тот час конец То есть это еще не конец Тогда сказал им Восстанет народ на народ И царство на царство И будут большие землетрясения Раз Глады 2 Моры 3 Ужасные явления 4 И великие знамения с неба И вот Иисус Христос перечисляет длинный список Того, что будет И все, что будет Это все знаки, признаки того, что приближается Конец света Что мы живем в последнее время Что Иисус Христос снова вернется на землю Я хотел бы, чтобы мы с вами немножко разобрали Некоторые ключевые слова Важные слова Которые подтверждают Эти признаки Написано Мы с вами прочитали Что будут землетрясения Дальше написано Что будут Моры Что такое слово Моры Моры в новом русском переводе Называются Эпидемии Мор Словарь толковый говорит Это то же самое, что Эпидемия Или повальная смерть И эпидемия Дальше в других переводах На английском языке Написано такое слово Плейгс То есть это как чума Или язва Или бедствие Интересно, что там описаны Даже признаки Вот этих болезней По-английски написано Что это будет Бактериальное Такое более За Очень поражающее Вместе с температурой Распространение Которое отражается Даже на дыхании И на легкие Интересно, что это просто словарь Который объясняет Что такое Плейгс Или вот эти Все вот эти Эпидемии Которые происходят Сегодня в наше время Итак, друзья Давайте теперь посмотрим Насколько это сбывается В наши дни Насколько все, что Иисус сказал Оно сегодня реально Поговорим, во-первых О землетрясениях Я вам приведу Просто 10 последних лет Землетрясения Которые произошли По всему миру И вот Десятый год Январь 316 тысяч Тысяч Людей погибло В Гаити Март 2011 год 18 тысяч Погибло Землетрясение В Японии 13 год Сентябрь Землетрясение В Пакистане Август 14 год Землетрясение В Китае 15 год Апрель Землетрясение В Непале Сентябрь 17 год Землетрясение В Мексике 18 год Землетрясение Большое разрушение В Индонезии И скорее всего Вы даже не знаете Что у нас в Америке В эту среду На этой неделе Было землетрясение Салт Лейк Сири Штат Юта Друзья Это список Далеко не полный Но это всего лишь Факты Которые можете Легко проверить Землетрясение Которые происходят По всему лицу Земли В течение Просто последних Десяти лет Но об этом Было давно Предсказано И написано В Писании Это всего лишь Подтверждает Тот факт Что Библия Это правдивое Истинное слово Пророческое слово И мы с вами Живем в последнее время Идем дальше Написано Что будут войны Христос сказал Услышите о войнах Восстанет народ На народ И не ужасайтесь Но сему Надлежит Быть Война в Персидском заливе 90-й по 91-й год 2001-й год Война в Афганистане С 91-го по 2001-й Война в Югославии 2003-й год Вторая война в Конго Следующая война Это Судан Африка Геноцид В Дарфуре Это с 2003-го по 2009-й год Война в Ираке Третий год Нигерия Война 2009-й год Йеменская гражданская война 2015-й год 14-й год Война в Украине И война в Сирии До сих пор продолжается Это далеко не полный список Всех войн Но как вы видите Вся земля Планета Захвачена Войнами Люди умирают тысячами Их убивают Это приводит людей В ужас И в панику Но Христос сказал Это будет Не ужасайтесь Сему надлежит Быть Теперь с вами поговорим О гладах Написано Будут глады В переводе Эпидемии Об этом сказано В Писании И мы как христиане Имеем большое преимущество Реагировать На эти все вирусы Эпидемии По-другому Потому что мы знаем Писание Потому что мы знаем Пророческое слово Истинное слово Например Статистика 2014 год Было такое Название Ибола Кто-нибудь помнит? Это точно было 15-16 год Был такой вирус Под названием Зика Кто помнит? Это тоже было Недавно 18-й год Острый Вялый Миелит Если вы даже Не встречались с ним Вы можете Эту информацию Найти 2019 год Такая болезнь Как кори Тоже Тоже распространялась И гуляла По нашей земле 19-20 год Это коронавирус И так как видите Буквально За 5 лет Я вам привел статистику Только 5 последних лет И видите Сколько болезней Сколько эпидемий Гуляет по свету По миру И как видите Они Идут с нарастанием Они идут с угрозой Они становятся Более и более Агрессивны И все это Друзья Было Предсказано В Писании Давно Предсказано Что это будет Это всего лишь Признаки Последнего времени Это Предшествие Конца И да Друзья Возможно Что будет Сложнее Возможно Что сложные Времена Грядут Но это не значит Что нам нужно Бояться Друзья Это всего лишь Значит о том Значит то Что Иисус Христос Скоро придет Вот какая новость Для нас Друзья Мир в панике Мир в страхе Но для нас Мы должны Воспринимать Эту информацию Совершенно по другому Это же было сказано Все что мы прочитали С вами Это было сказано В контексте Что это признак Что Христос вернется Скоро придет за нами Скоро придет Он за нами Вы знаете Вчера я Собрал своих детей В доме И спросил у них Знаете ли вы Что говорит Что говорят Новости О коронавирус И они почти Все сказали Знаем Даже моя самая Младшая Шестилетняя Думаю Откуда она знает Она читать не умеет Но знает А потом я у них спросил А знаете ли вы Что Библия говорит О коронавирус Они задумались Я им открыл Матфея 24 главу И прочитал И сказал Для нас Для верующих Это значит Что скоро Христос придет И моя дочка Сказала Really Really Она сказала Неужели Это правда Я говорю Да Вот почему Вот это повод Для нас Для радости Друзья Но мы как христиане Должны быть Готовы Но мир Друзья Он будет В страхе Войны Болезни Они будут Распространяться А вот эта Пагуба Вот эти сложные Времена Они будут Накаляться И набирать Обороты И придет страх Большой страх В люди Луки 21 глава 26 стих Написано Смотрите Внимательно Люди будут Издыхать От страха И ожидания Бедствий Вы представляете Это не просто Испугался Люди будут Издыхать Я даже не знаю Как это объяснить Это Это будет Такая паника По всей земле Люди будут Издыхать От страха И от ожидания Бедствий И неизвестности В других переводах Написано Опасности И потом Друзья Как вы уже сами понимаете Все это идет к тому Что придет это К начертанию Зверя К чипам Люди Интересно заметить Раньше я думал Что когда будет Начертание зверя И людей будут Заставлять Принимать это Написано Что никто не сможет Ни продавать Ни покупать Без этого начертания И это Признак Или этот знак Зверя Это антихрист Это его Все проявления Антихрист В переводе Антихриста Против Христа И вы знаете Что Сегодня друзья Мы видим Что оно будет Работать Немножко Наверное По другому Не то что Людей будут Принуждать А заставлять А возможно Что люди Это примут Очень быстро Добровольно В целях безопасности Вот так вот Добровольно Вирус А кто хочет Жить Пожалуйста Прививочку А прививочка При условиях Таких и таких Люди Добровольно В целях Безопасности Пойдут На убой Вот почему нам Верующим важно Разобраться В этой ситуации И просто Реагировать На это все По другому Второй пункт Друзья Почему же Это происходит Мы с вами поняли Что все Очень непросто Мы живем с вами В непростое время Вопрос Почему это происходит Факты для вас Известны Второе Тимофея Третья глава Первый стих Написано Знай же Что в последние дни Наступят Времена Тяжкие Кому это Обращено слово Какой контекст Этого Стиха Знай И блажен тот Кто знает И понимает Что в последние дни Наступят Времена Тяжкие Кто-то думает Но уже Было Нелегко Куда же Тяжелее Друзья К сожалению Написано Что будут Тяжкие времена В последние Дни И дальше Мы с вами Задаемся вопросом Почему это будет Почему И дальше Я не буду читать Но вы можете Прочитать дома Второе Тимофея Третья глава После этого Вступления Идет длинное Описание Почему Наступят Тяжкие Времена Почему Весь Вот этот Хаос Почему Вот эта Трагедия Придет на землю Почему Будет Сколько Беды Из паники И там Описывается Потому что Люди Будут Самолюбивые Сребролюбивые И список Очень длинный Какие люди Будут И можно Этот весь список Разбить на три категории Библия Дает три причины Почему Это придет На землю Первая причина Это Самолюбие Люди Будут Любить себя Поклоняться себе Эгоизм Вторая причина Любовь к деньгам Деньги Многое Правят Многое решают Деньги Любовь к деньгам Привязанность к деньгам И третья Это Любовь к наслаждениям Плажер Развлечение И наслаждение И все это Описано Вот в этой Третьей главе Только если Все так суммировать То три Главных Вывода И это все Друзья Это все Приходит на землю Вот эти Божьи суды Свершаются Это вот Друзья По причине Вот этого Большого Разложения Общества Греха Который Сегодня Разбушевался На этой Земле А также Друзья Все вот эти События Которые мы с вами Анализируем Сегодня Это всего лишь Подтверждает Что это все Готовит Путь Антихристу Приходу Антихриста Который Придет Перед Возвращением Иисуса Христа На землю А Антихрист Это слово Анти Против Христа Все будет Против Христа Всего Святого Духовного Все это будет Ненавидеться Порицаться Унижаться С яростью Потому что Антихрист Он ненавидит Луки 21 глава Мы с вами Прочитали Об этих Событиях Которые Были Предсказаны И это всего лишь Друзья Все что мы Живем Сегодня Это всего лишь Репетиция Друзья Это просто Тренировка У нас В школе У детей Делают Называется Такое Fire drill Это знаете Такая ложная Пожарная Тревога Всех Выводят Тренируют Рассказывают Друзья Вот если будет Будьте готовы Вот сегодня Нам верующим Важно понимать Что это Fire drill Для верующих Это просто Тревога Это чтобы Время для нас Проснуться Быть готовым Знать как действовать Четко знать как действовать Знать как действовать Очень четко Не теряться Не теряться Другие будут бояться Но нам нельзя Теряться Или бояться Даже если Это будут Времена гонения Друзья Люди До нас И после нас Я верю Что есть люди Веры Которые Это все Проходят С победой На лице В духе И в сердце Если вас Интересует Вообще Вот эта тема Последнего времени То пожалуйста Запомните Запомните Запишите И дома Прочитайте Матфея 24 Глава Раз Дальше Откровение 6 глава Два И Исаии 24 Глава Все эти книги Говорят И подробно Описывают О признаках Последнего Времени Кончину Века Что будет Как будет И мы должны Это знать И должны быть Готовы И друзья Вы знаете Что все эти явления Это всего лишь Начало Это всего лишь Начало Потому что После вот этой Вирусной Волны Медицинской Волны Потом Как я уже сказал Будет какая-то Вакцина Прививка Тоже будет Новый Ажиотаж Будут Какие-то Условия После этой Будет Другая Волна Это будет Экономическая Волна Вы же себе Понимаете Сейчас вот Закрыли Бизнеса Рестораны Люди Не работают Кто-то Месяц Кто-то Два Кто-то Три Не будет Работать Вы представляете Я думаю Что мы даже Себе не представляем Какие масштабы Экономического Обвала Грядут На мир И на страну Где мы живем Я думаю Мы даже Не осознаем Это будет Всего Это всего лишь Это только Волны Волны Которые набирают Ход После экономической Волны Дальше будет Политическая Волна Тоже будет Напряжение Из разных Сторон И так оно Будет набирать И набирать Эти обороты И я думаю Что вы Не сильно Удивитесь Если скоро Даже и у нас В Америке И в нашем штате И в нашем городе Сделают просто Complete shutdown То есть всем Скажут Сидеть дома И никуда Не выходить Из дому И это возможно Как я сказал Это мы только Вот входим В эту фазу Но нам важно Друзья Здесь не растеряться Очень важно Не растеряться Друзья И важно Нам понимать Что мы Как церковь Мы всего лишь Просто проходим Тест И этот тест Очень полезный И этот тест Очень хороший Вы знаете Что через этот тест Когда вот Например Церковь Здание закрывают Как-то людей Верующих Разгоняют Разделяют Не разрешают Собираться вместе И вроде Причины есть Вроде бы Нормальные И так далее Но через этот Весь процесс Будет идти Большое Отделение Друзья Это просто Проверка Тест Будут отделяться Верующие Настоящие И номинальные Будут отделяться Как написано Отделить Овец От козлов Будут отделяться Шелуха От настоящего Зерна Люди будут Уходить Будут теряться Будут бояться И вы знаете Для современной Церкви Это тоже Тест Потому что Сегодня в Современной Церкви Это правда Что стоит признать Что многие люди Приходят в церковь И в церкви Сегодня превращается Медленно Но уверенно В место развлечения Где свет Должен не просто Светить Но хотя бы Мигать Хотя бы Чуть-чуть И свет должен быть Не просто белым Но хотя бы Разноцветным А чтобы его было видно Еще нужно И чуть-чуть Чтобы дымок был И нужно Чтобы какие-то Шутки Звучали А так Че скучно Слушать Слово Божье Правда? И вот представьте себе Церковь Без подсветки Без дыма И без шуток Ох Какую аудиторию Оно заберет Друзья Вот это тест Для современной Церкви сегодня Сегодня есть такая шутка На интернете Когда же все разбились По домам И как бы смотрят все Онлайн То уже предлагаются Такие машины Называются Фаг машин For your family home worship Это машина Которая дым пускает У вас в доме Чтобы у вас было Нормальное прославление Понимаете, да? К чему мы идем И с кого мы смеемся Но это вот такой Просто будет тест Который мы с вами Проходим Сегодня И вы знаете, друзья Возникает Самый важный вопрос Это Как нам Реагировать На все это Это третий пункт Как нам Реагировать На все Это Какая роль Церкви Что должны Делать мы Как церковь Что должен Делать ты Как христианин Мы сегодня все Кажется Не по нашей вине Не по нашей инициативе Мы спрятаны Все в дома Кажется Все позакрывались Все изолировались И все спрятались И вопрос Какая же роль Церкви И христиан В это время В это время Сейчас Неужели, друзья Вы думаете Что наше время Это спрятаться дома И смотреть новости Внимание Христиане Вы думаете Что наша роль Верующих Спрятаться дома И смотреть новости Разрешите Я повторю Значит Мы пришли К состоянию Что наша роль Спрятаться дома И смотреть новости Ради этого Христос Умирал Ради этого Христос Создал церковь Чтобы его церковь На земле Сегодня закрыта Была дома И смотрела новости Друзья Я не против Того Чтобы быть дома Я совершенно Не против Того Чтобы Не бояться Но при этом Не игнорировать События Бог нам дал Здравый рассудок И нам нужно Пользоваться этим Используя Все меры Предосторожности Избегать Этой Болячки Проказы Все делать Правильно Со своей стороны Но с чем Я не согласен Это закрыться Дом И смотреть новости Христос Не ради этого Умирал Я вам скажу Дорогие христиане Что по домам Люди были закрыты Давно до нас Мы забыли Но наши родители Это помнят И они это прошли Но когда они были Закрыты в домах Когда они были Разогнаны Загнаны Правительством То у них в домах Люди каялись И у них в домах Не новости смотрели Но у них в домах Богу молились Что с потолка капало Потому что Так было набито Битком народа Сейчас говорят Ну нельзя Вопрос не в том Как много вас Вопрос Что ты делаешь И сегодня Я призываю Всех верующих Просто признать Просто признать Ради Бога Признать Что делаем сегодня мы Мы закрываемся дома И смотрим новости Мы закрываемся дома И мы смотрим новости Но предназначение церкви Другое Предназначение церкви Другое Гонимая церковь В Китае Китай Людей сажали в тюрьмы Убивали И они подпольно Прятались По домам Но эта церковь росла Эта церковь была тоже В закрытых домах Но она росла Она росла Церковь росла Распространялась Да, друзья И во времена апостолов Тоже была Римская империя И тоже церковь была гонима И они тоже собирались В катакомбах Они тоже прятались Закрывались Но как там действовал Бог Как там действовал Дух Святой Друзья Сегодня Современное христианство Закрывается дома И смотрит Новости Нет Мы как церковь Мы не будем брать Такое направление Где бы нас не закрыли Дома Или в тюрьме Мы Как церковь Имеем предназначение Предназначение Друзья Сегодня у медиков Много работы У них есть свое предназначение Сегодня у экономистов Много Много забот У них есть своя роль Сегодня У политиков Свое предназначение А какое предназначение церкви? Какое твое предназначение Как верующего Христианина? Это мой вопрос к вам Дорогая церковь Живой поток И все, кто смотрит нас Онлайн С этим вопросом Идите домой Какое мое предназначение? Я христианин Я верующий Какая моя роль? Закрыться дома и новости смотреть? No way Можно закрыться временно Но соль Свет Влияние Дух молитвы Что-то должно Измениться Друзья Как же нам реагировать На это все? Первый совет Будь готов Get ready church Будьте готовы Во имя Христа Иисуса Вы скажете Как же готовиться? Как же готовиться? Вот так как вы готовитесь К коронавирусу Вот так готовьтесь К пришествию Христа За свою церковью А как же вы готовитесь? Вы думаете о коронавирус Вы разговариваете о коронавирус И вы читаете о коронавирус Вот столько времени Примерно Уделяйте Читая Слово Божие Давайте вопрос Практически Последние сутки Вчера Давайте будем честны Перед Богом нашим Просто перед Богом честным Сколько времени Вы потратили читать новости? Вчера За последние трое суток Сколько вы читали новостей? И потом легкий вопрос Сколько вы времени Почитали Библию? Сколько вы времени Распространяли Другие новости? Альтернативные новости? Идем дальше Люди сегодня моют руки Очищают все, дезинфицируют все Боятся бактерий и вируса Вот так, друзья, нужно бояться греха Вот так нужно бояться греха Греха нужно бояться так Вот это наша должна быть готовность верующих людей И нужно эту подготовку распространять на мир Чтобы они не только руки мыли, но и разумы, и сердца мыли И понимали, что грядет, что будет И чтобы они не боялись, а ждали это Ждали это, этот триумфальный день во имя Христа Иисуса Сегодня, друзья, очередя в магазинах А как вы думаете, вы видели дом, где туда была очередь на молитву? Вот просто машины, а можно к вам, а можно к вам? Да, я понимаю, вы скажете, ну сейчас нельзя собираться в группах Но вопрос не в количестве, вопрос в отношении, сердце Это можно по домам, но там, но там, весь поиск Мы запасаемся продуктами материальными, физическими Но как насчет запаса духовного? Духовного Хватает ли у нас этого запаса в сердцах, в домах и в семьях наших? Вот так, друзья Сегодня мы с вами озадачены Кто же этот вирус запустил? Кто же этот вирус придумал? Кто за всем этим стоит? Возможно, интересно Но наша цель, друзья, фокус Ставьте, будь готов Готов ли я? Готов ли я? Очень много энергии уходит на то, что кто же этот придумал? Готов ли ты? Библия сказала, что это будет И у нас сегодня, я призываю всю церковь В Библии написано, мы не знаем, что будет завтра Завтрашний день не в нашей власти Сколько у вас было планов? Сколько у вас было поездок, которые вы отменили? А Слово Божье предупреждало Ты не знаешь, что будет завтра Вот это проявление истинного Слова Божья Друзья, будьте мудры, как вы распоряжаетесь финансами Пересмотрите ваши приоритеты Все ценности, все хотелки Отрекайтесь от них во имя Христа Иисуса Все это суета, вся эта шелуха, она вся отпадет Все будет взвешено Придет большая переоценка ценностей на землю У нас сегодня появилось много свободного времени И нам важно правильно его использовать То, что появилось много свободного времени Все позакрывали И многие сидят дома Это далеко не значит, что люди это время используют правильно В основном новости Но я именем Христа Иисуса Сегодня вызов бросаю каждому верующему Чтобы вы встали и в это время давали альтернативу миру Чтобы вы готовы были сами Чтобы ваши семьи были готовы Потому что об этом написано в Писании Матфея 24, 44 Потому и вы будьте готовы Потому что в час, который не думаете, придет Сын Человеческий Заметьте, написано, вы будьте готовы Это не просто мое предложение В Писании написано Ваша ответственность, Церковь, в это время быть готовым Готовым, это не значит в кастку скупиться Быть готовым духовно Дальше написано Луки 21, 36 Бодрствуйте во всякое время и молитесь Дабы избежать всех сих будущих бедствий Какая наша роль как в церкви? Бодрствовать и что еще? Молиться Но хочется сказать, по-другому, наверное, молиться По-другому молиться По-другому молиться, чтобы лица сияли Чтобы соседи спрашивали А как это у вас дома как-то все по-другому? А как это вы так спокойно себя ведете? А вы корону не боитесь? А вы им открываете Матвей 24 главу И читаете И они спрашивают Как нам спастись? Что нам делать? Они у вас спрашивают Потому что вы, как христианин, вы соль И вы свет В это время и в этот сезон 1 Фессалоникийцам 5 написано Не будем спать, как прочие люди Будем бодрствовать и трезвиться Мы же, будучи сынами дня Облегшись в броню веры Практические советы В броню веры Любви И шлем Надежды спасения Вот это предназначение христиан И церкви Прямо сегодня, друзья Поэтому не бойтесь Дорогие друзья Не бойтесь Не бойтесь Бог нам дал другого духа Бог нам дал не духа страха Об этом написано 2 Тимофея 1.7 Бог нам дал не духа страха Боязни, а духа силы Любви и благоразумия Духа силы, любви и благоразумия Страх это не от Бога Друзья Мы имеем иной дух Расскажу вам одну притчу Коронавирус Пришла в город И встретила человека Который убегал из города И человек спросил у вируса Коронавирус Что ты собираешься делать в нашем городе? И коронавирус ответила Я собираюсь уничтожить Умертвить тысячу человек В вашем городе Прошло время Прошло время Многие заболели и умерли И снова этот человек Встречается с вирусом И спрашивает Коронавирус Ты меня обманул Ты сказал, что Умрет тысячу человек А в нашем городе Умерло две тысячи человек И вирус ответил Ты знаешь Я тебя не обманул От вируса От болезни Умерло действительно тысячу человек А вторая половина Умерла от страха От страха и паники Вот почему нам верующим важно знать Написано Гибнет народ от недостатка знания Они просто не знают Они не знают Что будет Они не знают Почему Это будет Они не знают Как реагировать Но мы люди веры Должны реагировать по другому Поэтому друзья Я вас призываю Помнить Бог нам дал Другого духа Не духа страха И наша роль Сегодня Даже если мы Закрыты будем Дома Наша роль Сегодня Влиять на этот мир На соседей На свою семью На своих детей Собирать И действовать По другому Готовиться Духовно Чтобы мы не растерялись И не боялись Рассказывать другим Открывать Писание другим Этому миру Говорить О событиях Которые сказаны Предсказаны Христом Иисусом И говорить Скоро придет Христос Скоро придет Христос А для нас Для христиан Это радость Это победа Скоро Придет Христос Готов ли ты Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова